Каждое выступление санитарных врачей – это одновременные надежды и нож в сердце отрасли. Надежда на то, что вот-вот объявят о возможности работать в полную силу, ну а нож – это очередные запретные меры в отношении бизнеса. Простому населению, несмотря на сложности с пандемией и личным финансовым кризисом, все равно хочется хлеба и зрелищ. Последним могут обеспечить кинотеатры, но только с позволения санврачей, которые пока посещать культурные заведения и массовые мероприятия не советуют. Хотя владельцы говорят, что готовы работать уже с любыми условиями, которые поставит государство. Все запаслись масками, санитайзерами, установили себе программы по рассадке людей. Но что касается убытков, то вернуть потерянное уже не представляется возможным. Мы уже перестали считать потери, потому что с каждым разом мы все больше и больше разочаровываемся. То, что мы терпим колоссальные убытки, я думаю, это ни для кого не секрет. Наш персонал весь… кто-то разбежался, кто-то ожидает. Все сидят без заработной платы. Государство никак не помогает. Сейчас главным приоритетом стоит возобновить деятельность, чтобы хоть как-то реанимировать саму отрасль, потому что она на самом деле уже просто фактически мертва. О том, что фабрика грез, то есть киноиндустрия, переживает кризис и идет ко дну, известно уже давно. Сейчас кинозалы пустуют, бизнес уничтожен, заявляет в Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана. Втурят им представители кинотеатров. Простой кинотеатров ведет к уничтожению бизнеса и кинопроизводства, и кинопоказа, и постпродакшн, и препродакшн. Прямо влияет на судьбы 20 тысяч человек. Половина из этого количества – это люди, которые работают непосредственно в кинотеатрах, и половина – это люди, которые работают в кинопроизводстве. Мы не сильно понимаем, о какой поддержке государству нужно просить и кого просить. Нам нужен очень простой ответ, конкретно когда кинотеатры начнут работать. У наших соседей по Евразийскому экономическому союзу ситуация ничуть не лучше. Половина кинотеатров в Российской Федерации может не пережить второй волны коронавируса. Об этом говорят эксперты отрасли. Кинотеатры готовятся к повторному закрытию. По нашим подсчетам, примерные затраты на один кинотеатр составляли от 700 тысяч рублей до миллионов в месяц. Можно сказать, что за полгода карантина каждый кинотеатр потратил примерно 5 миллионов рублей только на то, чтобы содержать кинотеатр в это время. Естественно, не получая никаких доходов. В общей сложности мы оцениваем убытки индустрии на сегодняшний день, кинотеатров именно. Это порядка 50 миллиардов рублей в этом году. С момента первого фильма «Братьев Люмьер» до современного кино прошло очень много времени. При первом сеансе в 1895 году никто еще не задумывался о том, что киноиндустрия станет прибыльным бизнесом и отдельной сферой экономики. Однако теперь, когда трудности застали врасплох, надеяться остается только на себя. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42.